Спасибо, что пришли сегодня. Давайте начнем. Тема у нас такая, что происходит с климатом сейчас и что нас ждет в 21 веке. Итак, о чем пойдет речь сегодня? Что происходит с климатом за последние 100 лет? Каковы причины этих изменений? Мы поговорим о природных, антропогенных причинах изменения климата. Какие сценарии климатических изменений в 21 веке? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить самые негативные сценарии? И есть ли у нас варианты активного воздействия на климат? Например, если мы захотим его искусственно охладить. Есть ли такие варианты в нашем арсенале методов? Ну и начнем сразу с источников знаний. В принципе, источник знаний для любой темы – это, конечно, научные исследования, научные статьи. И каждый год по климату публикуется все больше и больше работ. Это сотни и тысячи, может быть, публикаций ежегодно. И понятно, что не специалисту в этом разобраться невозможно. И все их прочитать совершенно невозможно. И понять, что там написано без специальных знаний тоже довольно трудно. Что с этим делать? Ну, слава богу, есть люди специальные, которые обобщают все эти сведения и выпускают такие доклады. Обзорные доклады, которые написаны довольно простым языком. С этими докладами уже разобраться может всякий. И вот буквально недавно, там еще месяца не прошло, вышел новый доклад по климату. Международная группа экспертов. Межправительственная группа экспертов по изменениям климата. Это шестой оценочный доклад. И вот этот QR-код, который здесь изображен, если вы его сканируете, то вы ссылку на этот доклад можете, значит, скачать, посмотреть этот доклад. Пока еще он на русский язык не переведен. Но весь доклад и не будет переведен. Но, по крайней мере, резюме доклада будет и на русском тоже. Ну, пока его нет. Но если, например, на английском вы не читаете, в принципе, то вот можно посмотреть доклады, которые выпускает российская служба по гидрометеоритетам. И вот из этих двух докладов довольно много у меня картинок сегодня будет. Ну и начнем мы, собственно говоря, с определений. Что такое, вообще говоря, глобальное потепление, про которое все… Оно как раз изображено на этом графике. То есть измеряется температура воздуха на нашей планете. За последние 150 лет есть надежные инструментальные данные. Стоят метеорологические обсерватории по всему земному шару. Усредняются эти данные. И вот мы видим, что температура нашей планеты за последние 150 или 120 лет выросла более чем на 1 градус Цельсия. Вот это не что иное, как глобальное потепление. Это просто некая наблюдаемая реальность, наблюдаемый факт. То есть если мы на картинку смотрим таким образом, нам ее сложно интерпретировать. Мы можем подумать, что, например, это какой-то тренд, который идет уже давно, там много сотен или тысяч лет, и мы просто видим его маленький какой-то кусочек. Следующий. Или, например, другой вариант. Климат был довольно стабильным, ровным. И вот в последнее время происходит какое-то аномальное потепление. Следующий. Ну и, наконец, можно представить такой вариант, что это некие циклические какие-то события. Климат то холодает, то теплеет опять. И вот мы сейчас наблюдаем эту волну потепления, за которой опять будет волна похолодания. Это один из любимых аргументов климатических скептиков. Они говорят о том, что эти колебания климата циклические, дальше будет опять похолодание. Вот чтобы нам понять, что на самом деле с климатом происходит, нам нужны данные по климату за много-много лет в прошлом, там за последние сотни тысяч лет или даже за миллион лет нам надо знать, как климат менялся, чтобы интерпретировать то, что происходит сейчас. И такие данные у нас тоже есть, но это, конечно, не метеорологические наблюдения, которых тогда, естественно, не велось. Это данные других наук, таких как палеогеография. Это наука, которая способна узнать, каков был климат, вообще какова была наша планета в далеком прошлом. Про климат можно сказать наверняка одну вещь. Климат меняется постоянно. В любом случае он меняется, он менялся всегда, и он будет меняться в будущем. Например, в Европе 400 лет назад климат был существенно холоднее, были холодные зимы, замерзали реки и каналы, люди катались на коньках. Это называлось малоельниковая эпоха. Тысячи лет назад климат, наоборот, был немножечко теплее. Поэтому климат меняется все время, и мы можем задать вопрос, почему такое внимание именно к современным изменениям климата приковано. Что в них такого особенно, что с ними не так. Чем уникально современное потепление? Ну, первое, оно очень быстрое на самом деле. Если мы посмотрим на сводную кривую изменения климата за последние 2000 лет, это вот как раз те данные палеогеографии, о которых я говорил. Это результаты изучения колец деревьев, ледяных кернов, отложений озер, морей и так далее. Мы увидим, что климат менялся очень слабо, и даже было такое небольшое похолодание, потому что максимум температуры мы уже прошли 6 или 8 тысяч лет назад, и постепенно должны уже скатываться к ледниковому периоду, к следующему. И вот на этом фоне, на фоне этого плавного, очень медленного похолодания, мы видим вот это современное потепление, которое на самом деле невероятно быстрое. То есть вот этот 1 градус Цельсия за 100 лет – это невероятно быстрое потепление, которого не наблюдалось много-много сотен тысяч лет. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, никогда такого ранее не наблюдалось. И более того, мы живем сейчас в самую теплую эпоху, ну, скорее всего, за последние 120 тысяч лет. Современное потепление действительно глобальное. То есть слово глобальное, оно там стоит не зря. Вот если мы посмотрим на карту температурных аномалий во время вот той самой малой ледниковой эпохи, 400 лет назад, мы увидим, что где-то было холоднее, где-то было теплее. В целом Земля была немножко холоднее, но разные регионы себя вели по-разному. Теперь же ситуация вот такая. То есть там, где красненькое, это там, где стало теплее за последние 100 лет, а вот этот сиреневый цвет – это где стало еще теплее. И практически у нас нет регионов, где климат бы холодал за последние 100 лет. Ну и третий момент, о котором всегда говорят, что современное потепление каким-то образом связано с деятельностью человека. И вот об этом мы, собственно, дальше и будем говорить. Каким образом оно связано? Как только речь идет о деятельности человека, сразу же возникает вот это понятие парниковый эффект. Мы влияем на климат через усиление парникового эффекта. Вот нам придется разобраться с этим вопросом. Что такое парниковый эффект? Открыт он был. Ну там вообще история долгая, интересная. Уже в начале 19 века, то есть 200 лет назад, были понятия о том, что у нас земля, вообще говоря, аномально теплая. Если бы землю просто горело солнце, то земля была бы существенно холоднее. То есть такая загадка людей занимала. И вот Сванте Арениус, шведский химик, в 1896 году опубликовал вот эту работу под названием о влиянии углекислоты в воздухе на температуру поверхности. И там он впервые дал физическое описание вот этого самого парникового эффекта. Хотя такого понятия парниковый эффект тогда еще не существовал. Его придумали позже. Ну и название, в принципе, не очень удачное, потому что в парнике там немножечко другой механизм действует. А вот что такое парниковый эффект, если объяснить его на пальце, в двух словах. Вот представим себе планету без атмосферы, без парниковых газов, вообще без каких бы то ни было газов. Что с ней происходит? Планета греется звездой, ну, солнцем, да, в случае Земли. Нагревается и сама начинает излучать вот это длинноволновое излучение обратно в космос. И она будет греться до тех пор, пока эти два потока энергии не уравновесят друг друга и не наступит так называемое лучистое равновесие, которое довольно легко можно рассчитать. Теперь мы добавляем атмосферу, содержащую парниковые газы. Для коротковолнового излучения, то есть для видимого света, атмосфера прозрачна. Ну, в этом мы все с вами можем легко убедиться, да. Дальше Земля начинает тоже излучать вот эти вот длинноволновые лучи обратно в космос. Но для них уже атмосфера частично непрозрачна. То есть эти парниковые газы, которые содержатся в атмосфере, они перехватывают часть этого излучения, нагреваются сами и тоже начинают излучать энергию вниз к Земле и наверх в космос. И дальше Земля нагревается до тех пор, пока опять же вот эти два потока энергии не уравновесят друг друга. Но теперь уже это лучистое равновесие происходит при большем повышении температуры поверхности Земли. Ну, реальность, конечно, чуть сложнее, да, как всегда бывает. Вот тут нарисован полный энергетический баланс нашей планеты. Вот приходящая радиация, уходящая радиация. Вот облака, которые там частично свет отражают. Есть также там кондуктивные потоки, конвективные потоки тепла, потоки скрытого тепла и так далее, и так далее. Но в целом вот картинка такая, как я сказал. Вот мы получаем от Солнца примерно 160 ватт на метр квадратный в среднем, такой поток энергии. А от атмосферы мы получаем дополнительно еще 340 ватт. Ну, этот вопрос я всегда задаю на таких лекциях. Как вы думаете, кто думает, что парниковый эффект — это хорошо? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, я уже немножко вам намекнул, что на самом деле да, парниковый эффект — это, в общем и целом, довольно-таки неплохо, потому что средняя температура поверхности Земли у нас плюс 14 градусов. Если бы мы уберем парниковый эффект, будем греться только за счет Солнца, температура будет примерно минус 25. Ну, тут могут быть разные цифры, вы можете встречать, но смысл в том, что парниковый эффект очень сильно греет нашу Землю, и только благодаря нему, собственно, жизнь на Земле возможна, иначе бы мы тут все замерзли. Так что парниковый эффект — это, конечно, хорошо для всех нас, но просто плохо, когда он меняется слишком быстро. Какие основные парниковые газы у нас существуют? Самое главное — это вообще водяной пар. У него не такой сильный парниковый эффект, но просто его очень много в атмосфере. На втором месте углекислый газ, потом метан и потом еще озон. Озон — это тоже довольно мощный парниковый газ. Но в основном, конечно, все говорят именно про углекислый газ, а не про водяной пар. А почему так? Потому что, ну, по разным причинам. У водяного пара, во-первых, есть физические пределы его концентрации в атмосфере. Если эти пределы будут превышены, начинается конденсация, и просто влага выпадает вниз на Землю. А во-вторых, у водяного пара нет причин самопроизвольно повышать свою концентрацию. То есть в этой системе это газ ведомый, а углекислый газ и метан — это газы ведущие. И у них нет, в принципе, физического предела концентрации в атмосфере. О том, что, в принципе, человек может влиять на климат, опять же, стали говорить уже где-то 100 лет назад точно, даже больше. Там 200 лет назад об этом, в принципе, начали уже теоретически рассуждать, по крайней мере. Вот уже 50 лет назад начали вполне серьезно говорить о том, что человек может влиять на климат и будет влиять на климат все сильнее и сильнее. И одним из первых, кто писал об этом, был наш соотечественник Михаил Иванович Будык. Он был директором геофизической обсерватории здесь, в Ленинграде тогда, да, назывался город в Петербурге. Ну, то есть это был один из самых известных климатологов нашей страны того времени. Вот он писал, это прямые цитаты из его произведений. За счет хозяйственной деятельности человека концентрация углекислого газа к концу века может составить вот такую величину. То есть примерно 0,38% или 380 частей на миллион, как вам удобнее воспринимать. И к концу века за счет вот этого роста углекислого газа температура поднимется примерно на полградуса Цельсия, ну, по отношению к 70-му году, имеется в виду. Дальше. Да, это вот скриншот его статьи. Дальше. И когда он это все писал, картинка выглядела примерно вот таким вот образом, да. То есть тогда еще особого потепления как бы не наблюдалось. Наоборот, вот последние предыдущие десятилетия было некоторое небольшое похолодание. Но сразу после публикации его работ вот наметился этот тренд, который мы наблюдаем сейчас. То есть каждое десятилетие у нас теплее предыдущего на протяжении уже 50 лет. Ну и в принципе, когда он ушел в 2001 году, его прогнозы полностью сбылись. То есть реальные цифры составили вот такие значения. Полградуса потепления и концентрация углекислого газа 370 частей на миллион. Тогда же в 70-х годах, ну собственно я не сказал о том, на чем были основаны его прогнозы и расчеты. Ситуация очень простая. Было понятно абсолютно, что население Земли будет расти. В 70-м году где-то было 3,5 миллиарда человек. Сейчас у нас 7,5 миллиардов человек. То есть было понятно, что население будет расти. Будет расти потребление энергии. Значит будет больше добываться ископаемого топлива из недр планеты. И это топливо будет сжигаться, попадать в атмосферу, будет расти концентрация СО2. Значит будет расти температура. Ну и дальше он уже использовал довольно простые модели, чтобы посчитать, насколько эта температура должна вырасти. То есть 50 лет назад это все было абсолютно понятно уже. Тогда же в 70-х годах наступила новая эра полеоклиматических исследований. Новые методы возникают, новые технологии. И вот один из новых мощных методов это бурение льда в Антарктиде, в Гренландии. И изучение этих ледяных кернов, которые дают огромное количество информации о прошлом климате планеты. Вот фотография ледяного керна под большим увеличением через поляризованный свет. Вот мы видим отдельные ледяные кристаллы, какие-то включения пыли. Вот эти черные пятнышки, похожие на оливки, это пузырьки воздуха. И по ледяным кернам, по льду Антарктиды, по льду Гренландии мы можем по изотопному составу изучать, какая была температура в прошлом. Мы знаем концентрацию морских солей, знаем концентрацию вулканических примесей. И может быть самое интересное, мы знаем напрямую газовый состав атмосферы в прошлом. То есть мы точно знаем, сколько было углекислого газа и метана в атмосфере Земли в прошлом. И вот эти данные показаны здесь. Это климат нашей планеты за последние примерно полмиллиона лет. Красненькая температура, две зеленые кривые — это парниковые газы, углекислый газ и метан. Вот мы видим, что каждый раз, когда концентрация СО2 возрастает, у нас растет температура. Когда концентрация парниковых газов падает, температура уменьшается. Но более того, еще интереснее. Вот мы смотрим концентрацию углекислого газа в прошлом за последние полмиллиона лет. Вот она менялась в таких пределах. От 180 примерно до 280 частей на миллион. Сейчас у нас концентрация где-то 415 частей на миллион. И такого не было за последние много сотен тысяч лет. Ну, с метаном ситуация, в принципе, еще хуже. То есть он менялся вот в таких пределах, там 400-700 частей на миллиард. И сейчас его концентрация выросла примерно в 2,5 раза по сравнению с нормальным уровнем до антропогена. Тут можно задать вопрос, а когда вообще на Земле последний раз была такая концентрация углекислого газа, как сейчас? Ну, мы на самом деле этого не знаем, потому что такого древнего льда у нас пока еще нет. Но это как минимум 3 миллиона лет назад, а может быть и 23 миллиона лет назад. Это неизвестно, но в любом случае климат тогда был гораздо теплее. Была совсем другая обстановка на нашей планете. И льда было гораздо меньше, а в северном полушарии льда не было вообще. Ну и так далее, и так далее. Откуда вообще берется этот лишний углекислый газ и, в принципе, откуда он берется на Земле, в атмосфере? Давайте кратенько рассмотрим углеродный цикл нашей планеты буквально в двух словах. Вот у нас углерод содержится в атмосфере, в основном в виде СО2, немножечко в виде метана. И в атмосфере содержится где-то 600 примерно миллиардов тонн вот этого углерода. Примерно столько же или чуть меньше содержится в растительности. То есть деревья, травы и так далее. И идет огромный постоянный обмен углерода между растительностью и атмосферой. То есть ежегодно вся растительность берет из атмосферы примерно 100 миллиардов тонн углерода. То есть если бы растения только забирали углерод, они за 5-6 лет съели бы весь СО2 в атмосфере. Но этого не происходит, потому что растения отдают его обратно во время дыхания и гниения. Также углерод СО2 хорошо растворяется в океане, в морской воде. И в виде вот этого растворенного неорганического углерода там пребывает. Его уже потребляет фитоплантон и дает начало всей вот этой цепочке жизни в океане. В средних частях океана там вообще какое-то огромное количество углерода растворено, но он как бы на время выключен из этого углеродного цикла. Также много-много очень углерода содержится в вечной мерзлоте. Это как бы некая большая проблема, но про это еще поговорим потом. И вот огромное количество содержится также в ископаемом, в недрах земли в виде ископаемого топлива, то есть покребенная органика, уголь, нефть и газ. Что человек меняет в этом углеродном цикле? Он берет это ископаемое топливо. Причем количество употребляемого топлива известно очень хорошо, с очень хорошей точностью мы знаем, сколько добывается угля, нефть и газа, сколько его сжигается, сколько производится энергии, сколько производится бензина. Все это хорошо известно. И вот вся эта органика сжигается и образует таким образом СО2, и этот газ попадает напрямую в атмосферу. А там он начинает крутиться по вот этим природным естественным циклам. То есть какая-то часть его уходит в растительность, растение начинает больше потреблять углекислого газа, какая-то часть его растворяется в океане. И вместе океан и растение потребляют примерно половину вот этого лишнего СО2. Половину. Но половина остается, потому что мы слишком много его выбрасываем. Природа не успевает его просто-напросто переварить. И вот 365 где-то миллиардов тонн углерода мы из земли изъяли. И из них 240 миллиардов тонн осталось в атмосфере. Накопилось в атмосфере в основном в виде углекислого газа. Но на самом деле уже больше, потому что этой картинке примерно 7 лет. С тех пор цифры уже поменялись. Уже как бы надо это все пересматривать. Я хочу подчеркнуть, что мы действительно очень сильно влияем на вот эти природные циклы оборота веществ на нашей планете. Но для сравнения все вулканы мира вместе взятые выбрасывают в 100 раз меньше СО2, чем человек. И иными словами, человек выбрасывает углерода СО2 в 100 раз больше, чем все вулканы мира вместе взятые. Это очень много. То есть на самом деле, в принципе, происхождение вот этого лишнего СО2 в атмосфере, оно хорошо известно. Никаких споров на этот счет, естественно, не ведется. Это абсолютно очевидный факт. Но, например, у вас какие-то сомнения остались, и вот вы хотите другими независимыми способами доказать, что этот СО2 действительно взялся за счет сжигания скопаемого топлива. Такие способы есть. Ну вот смотрите. Даже если вы, например, не очень дружили в школе с химией, вы понимаете, что чтобы из углерода образовать СО2, нам нужно где-то взять кислород. Правильно? Кислород берется из атмосферы. Значит, насколько у нас выросла концентрация СО2 в атмосфере, настолько же должна снизиться концентрация кислорода в атмосфере. Правильно? Это именно то, что происходит по данным наблюдений. Вот это изменение концентрации углекислого газа, это измерение в северном полушарии, в Гавайях, и южное полушарие — это Южный полюс. А синенькое — это снижение концентрации кислорода в атмосфере. Но то, что его становится меньше, переживать не стоит. Его достаточно много, чтобы нас всех кислородом обеспечить. Это немножко более сложный пример, связанный с изотопным составом углерода. Дело в том, что изотопный состав, то есть концентрация тяжелого углерода 13-го в органике, она сильно меньше, чем в атмосфере. Поэтому, когда мы берем этот легкий углерод и добавляем его в атмосферу, изотопный состав атмосферного углерода снижается. И это именно то, что наблюдается в реальности. Откуда взялся этот лишний СО2, это известно, достоверно, точно. Это за счет сжигания ископаемого топлива. И дальше идет усиление вот этого парникового эффекта, которое приводит к изменению температуры. Но человек влияет на климат не только через парниковый эффект. Есть много разных других способов влияния на климат. И в том числе некоторые из них приводит даже к похолоданию, к общему. Вернее, им наблюдается общее потепление, но некоторые факторы как бы играют в сторону похолодания. И вот на этой картинке все эти факторы разбиты по влиянию на климат. Вот смотрите. Общее потепление за последние 100 лет составило примерно 1,1 градуса Цельсия. Здесь показаны антропогенные факторы, которые влияют на это изменение климата. За счет усиления парникового эффекта потепление составляет 1,5 градуса Цельсия. Но другие факторы, и это в первую очередь выпуск большого количества аэрозоля, то есть пыли, приводит к небольшому похолоданию. И в целом вот мы наблюдаем вот это потепление в 1,1 градуса Цельсия. И среди этих аэрозолей, то есть частичек как бы пыли искусственных, которые мы производим, вот самое важное охлаждающее действие оказывают оксиды серы, которые попадают в стратосферу, формируют там капельки, и от них отражается солнечная энергия. То же самое происходит после любого крупного вулканического извержения. Тут даже учтены такие факторы, как, скажем, инверсионные следы от самолетов. Когда самолет прилетает, образуется этот след инверсионный, который представляет собой просто-напросто облако, и эти облака отражают солнечный свет и немножечко охлаждают нашу планету. А вот природные факторы. То есть совокупное влияние природных факторов в принципе статистически неотличимо от нуля за последние 100 лет. Но тем не менее давайте на природные факторы посмотрим тоже. Вот это вот общая аномалия температуры за последние 120 лет. Здесь два природных фактора. Это солнечная активность и вулканическая активность. Вот это фактор антропогенный, а это внутренняя изменчивость температуры в климатической системе за счет того, что тепло гоняется из океана в атмосферу и обратно и так далее. Вот мы видим, что солнечная активность за последние несколько десятков лет немножечко уменьшалась, а вулканическая, наоборот, стала чуть-чуть больше. То есть природа стремится как бы чуть-чуть охладить нашу планету, но не может противодействовать вот этим факторам антропогенным, которые на самом деле гораздо сильнее сейчас, чем факторы природные. Вот еще другой немножко способ посмотреть на эту историю с другой стороны. Здесь черной кривой показаны наблюдаемые изменения температуры, а вот этими цветными кривульками показаны результаты моделирования климата с учетом факторов антропогенных и без них. Вот если мы фактор антропогенный не учитываем, берем только факторы природные, то у нас температура менялась бы вот таким образом. Как только мы добавляем вот это вот влияние факторов антропогенных, то есть усиление парникового эффекта в первую очередь, только тогда мы можем объяснить наблюдаемое изменение температуры. Ну еще раз так, для закрепления, как говорится. Вот у нас действует парниковый эффект на нашей планете. Мы добавляем парниковых газов, парниковый эффект становится чуть-чуть сильнее. На самом деле дополнительное потепление составляет там меньше 3 ватт на метр квадратный. То есть это меньше 1% мы добавляем в эту систему. То есть совсем ничтожную величину. Более того, тепловой дезабаланс Земли, то есть сколько энергии приходит из космоса, и сколько уходит в космос, и того меньше. Это менее 1 ватта на метр квадратный. И вот за счет только вот этого наблюдается вот это наше потепление современное. Более того, куда это лишнее тепло девается? Подавляющее большинство, 91% этого тепла поглощается океаном, потому что площадь океана большая, и теплоемкость воды тоже огромная. 5% поглощается сушей, 3% уходит на таяние льда, и только 1% этого тепла идет на нагрев атмосферы. То есть вот это увеличение температуры воздуха, которое мы наблюдаем, это всего лишь 1% от этого дополнительного тепла. Тут надо заметить, что температура еще и растет неравномерно. По разным причинам у нас наблюдается так называемое полярное усиление. То есть Арктика теплеет в 2-3 раза сильнее, чем остальные части земного шара. И это актуально для России в том числе, потому что у нас большая часть территории находится в высоких широтах. Ну а дальше это изменение температуры уже влияет абсолютно на все системы земные. Именно поэтому, если раньше говорили про глобальное потепление, потом стали говорить про глобальные изменения климата, потому что не только в температуре дела меняется все, там меняются осадки, я это все покажу потом. Но вообще лучше говорить о глобальном изменении окружающей среды. Потому что, например, растет температура в Арктике, начинает таять морской лед, меняется отражательная способность нашей планеты, потому что вода более темная, чем лед, она поглощает тепло, а лед отражает солнечную энергию. По мере сокращения льда меняются все экосистемы, которые с ним связаны, там от белых медведей до планктона, этих водорослей, которые живут на нижней границе этого льда. Меняется вечная мерзлота в прилежащих районах, меняется океаническая циркуляция, закисляется океан, уменьшается количество кислорода в воде, меняются все экосистемы и так далее. То есть влияние климата распространяется дальше уже на всю абсолютно земную систему. Давайте быстренько пройдемся по этим изменениям, потому что время как бы идет. Что происходит в разных частях нашей планеты? В Гренландии очень активно тает лед по всей периферии, снижается масса льда, снижается высота поверхности. Тут как раз атрибуция этих событий довольно простая. Там сильно растет летняя температура, поэтому лед интенсивно тает. Меняется площадь морского льда. Про это вы тоже слышали наверняка. За последние 40 лет практически в два раза сократилась площадь льда в сентябре. То есть это площадь минимального распространения морского льда в Арктике. В марте не так быстро лед сокращается, но тоже сокращение идет. Вот эта ситуация на 2020 год, здесь показано. А вот эта сиреневая линия – это средняя многолетняя площадь льда за предыдущие периоды. Вместе с этим сокращается и толщина льда, и его возраст, и вот такое забавное влияние изменений климата на деятельность человека, в частности на научные исследования. Вы знаете все про вот эти дрейфующие станции Северный полюс, которые раньше высаживались на льдины, там дрейфовали, изучали, не знаю, океан, атмосферу. Сейчас их нет, потому что невозможно найти подходящую льдину в Арктике. То есть достаточно толстого льда в Арктике просто больше нет. Поэтому вот наш институт строит такую самодвижущуюся платформу, чтобы изучать вот эти процессы. Сокращается многолетняя мерзлота, поскольку как раз в том районе, где она расположена, там-то как раз сильнее всего происходит изменение температуры. Сокращается площадь этой мерзлоты, то есть по краям она исчезает постепенно, и увеличивается глубина летнего протаивания вот этого деятельного слоя мерзлоты. Ну и как бы самое неприятное, что это может повести к выбросу парниковых газов, которые содержатся в этой мерзлоте в огромном количестве. Там метан в основном содержится. И если он начнет поступать в атмосферу, ну последствия могут быть довольно серьезными, но пока про это еще просто люди мало знают. Дальше. Естественно, идет влияние на инфраструктуру. В некоторых городах до 60% зданий и сооружений уже подвержены вот этому влиянию тающей мерзлоты. Всякие техногенные катастрофы происходят, такие как недавно была в Норильске. Но там нельзя все сваливать, конечно, на таяние мерзлоты. Там человеческий фактор, скажем так, разгильдяйство тоже большую роль играет, но тем не менее. Ущерб России оценивается в несколько десятков миллиардов рублей ежегодно от этих процессов. Но сколько точно, никто не знает, опять же. За счет того, что сокращается количество льда на планете, у нас растет уровень моря довольно интенсивно. Там почти на 4 миллиметра в год он увеличивается. Это довольно много. И более того, это происходит с ускорением. То есть каждый год все быстрее и быстрее это происходит. И половина примерно вот этого повышения уровня моря связана с тепловым расширением воды. Вода теплеет, у нее объем увеличивается, и уровень моря поэтому растет. Дальше так просто немножечко списком о том, что происходит, например, в океане. Океан поглощает лишнее тепло. 90% этого тепла уходит в океан. В основном это тепло пока содержится в верхнем слое воды, но уже постепенно начинает проникать в более глубокие слои. Частота морских волн тепла удвоилась за последние где-то 40 лет. Океан поглощает также примерно 30% вот этого углекислого газа антропогенного. И это означает то, что океанская вода становится более кислой. Ее pH понижается, она становится более кислой. И потенциально это тоже фактор нехороший, потому что если она будет слишком кислой, начнут растворяться вот эти известковые скелеты организмов, которые живут в морской воде. Именно поэтому, например, гибнут сейчас тепловодные кораллы повсеместно на нашей планете. Снижается количество кислорода в воде, меняется там циркуляция атлантическая, океаническая. Может быть слышали в новостях было недавно про то, что Гольфстрим там должен остановиться скоро. Но это все, конечно, не совсем правда, но тем не менее действительно океаническая циркуляция немножко замедляется. Сильное влияние на экосистемы происходит. Идет смещение природных зон на север, в северном полушарии. Ну то есть там, где раньше была тундра, сейчас постепенно туда приходит тундра, начинают расти деревья. В целом происходит позеленение тундры, так называемое, то есть увеличение продуктивности ее. Сокращается зона обитания морских видов. В Арктике в основном связанных с морским льдом прибрежные экосистемы страдают, потому что повышается уровень моря и идет разрушение берегов. Во многих местах снижается продуктивность. Ну где-то она, впрочем, увеличивается, но в целом на земле продуктивность в океане снижается. Из-за этого, например, в том числе страдает и рыболовство, рыболовецкая отрасль. Увеличивается частота природных катастроф, типа пожаров лесных. В этом году их было много тоже. Красных приливов, так называемых, и так далее. Ну, обесцвечивание тепловодных кораллов из-за повышения температуры и увеличения кислотности. На человека это все тоже влияет довольно сильно. Увеличивается смертность во время волны жары, и это фиксируется статистикой прям очень четко. В Москве в 2010 году, в Европе в 2003 году были волны жары, когда погибли несколько десятков тысяч человек. Но, с другой стороны, в других местах земного шара может снижаться смертность из-за переохлаждения, например. Но в целом смертность увеличивается. Экономический ущерб от стихийных бедствий, это вполне понятно. Снижение урожайности, голод, локальные вооруженные конфликты. Как считается, война в Сирии была отчасти, по крайней мере, обусловлена изменениями климата, потому что там много лет была засуха. Вот эти крестьяне не могли получить урожай, оставляли свои земли, ехали в города, чтобы там найти работу. Там работы тоже не было, и вот постепенно это приводило к тому, к чему оно привело. Климатический беженцы – это довольно новое понятие, которое еще пока не на слуху, но скоро будет уже всем известно. Это речь о том, что люди просто будут менять свое место жительства, потому что на прежнем месте жительства будет обитать уже невозможно из-за того, что меняется климат. Ну и дальше усиление экономического неравенства, повышение социальной напряженности. Что будет дальше происходить в 21 веке? Ну тут у меня тоже для вас новость плохая, к сожалению. Дальнейшее потепление неизбежно. У нас нет сценария, при котором будет похолодание идти. И тут, на самом деле, почему так? Это очень просто. Еще раз. У нас имеется тепловой дисбаланс планеты. Планета отдает в космос меньше тепла, чем получает. Поэтому планета греется, и этот тепловой баланс обратится в ноль, только если концентрация углекислого газа снизится до 350 частей на миллион. Она, естественно, не снизится до этого значения, даже если мы завтра прямо перестанем выпускать углекислый газ, потому что СО2 — это довольно газ инертный, он долго живет в атмосфере, порядка 100 или 200 лет. Если мы даже завтра перестанем его выпускать, он будет долго-долго еще там находиться и будет дальше греть нашу планету. Ну и кроме того, большое количество тепла уже в системе аккумулировано, в океане, например, которая тоже в ближайшее время никуда не денется. Так что потепление неизбежно, вопрос только на сколько. И вот тут мы уже с разными сценариями сталкиваемся, потому что как будет себя вести климат в 21 веке, это будет в основном зависеть от наших с вами действий. То есть мы пойдем по сценарию резкого сокращения выбросов, тогда потепление будет, например, полтора-два градуса. Либо мы будем продолжать жить, как жили, и тогда потепление может составить 5 градусов и даже больше. Вот, собственно, когда про будущие сценарии климата говорят, вот часто вы можете слышать такие аббревиатуры, как RCP, репрезентативные траектории концентрации и так далее. Ну, какие-то такие довольно сложные экономические понятия, но смысл простой. Чем выше вот эта циферка при вот этой аббревиатуре, тем сценарий как бы хуже, тем больше будет потепление в конце 21 века. И вот есть два крайних сценария. Этот RCP 1.9, RCP 2.6. Это сценарий, который примерно соответствует Парижскому соглашению, при котором вот к концу века климат потеплеет не больше, чем на 2 градуса Цельсия. А вот этот сценарий, крайний верхний, так называемый бизнес as usual, то есть дела как обычно, в переводе на русский, это если мы вообще ничего не будем делать и будем продолжать выбрасывать углекислый газ, тогда вот выбросы составят такую величину и потепление составит там 5 или 6 градусов Цельсия к концу века. Ну, дальше несколько, так сказать, сценариев разных для России и для мира, то, что у нас будет происходить. Вот как будет меняться температура в России, например. Она будет расти, естественно, да, это начало века, середина века, конец века, это лето, это зима. В основном потепление будет идти зимой и, естественно, в основном будет идти в арктических районах, но и в остальной части России тоже. Есть такой интересный интерактивный инструмент, где вы можете посмотреть, как будет меняться температура в вашем родном городе. Например, здесь показан сценарий для Санкт-Петербурга. То есть вот по самому плохому сценарию к концу 21 века у нас средняя температура января будет плюс 2 градуса, то есть у нас зима перестанет быть холодной, она станет немножечко как бы теплой, и снега мы будем видеть довольно редко. Кроме того, будут меняться экстремальные температуры, но это тоже связано с некоторыми особенностями климата, метеорологии. То есть при менее теплом климате у нас вот есть такое распределение температуры, но если климат теплее, теплеет, то у нас разброс этих температур становится немножко больше. То есть увеличивается средняя температура, немножко совсем растут экстремально низкие температуры, и очень сильно увеличиваются экстремально высокие температуры. То есть меняется распределение температур. Поэтому чаще гораздо будут происходить вот эти экстремальные волны жары. И температура во время этих волн также будет существенно выше. Вот это то, что показано здесь. Вот насколько вырастет температура максимальных экстремумов температурных в России. Количество осадков тоже меняется довольно интенсивно сейчас на нашей планете. Но довольно сложным образом. Потому что с одной стороны, чем выше температура, тем больше испарение с поверхности океана. Тем больше влаги у нас содержится в атмосфере. Тем больше может быть осадков. Но с другой стороны, и способность воздуху удерживать влагу также увеличивается при учении температуры. Поэтому картинка сложная. Кроме того, на нее еще влияет изменение циркуляции атмосферной. Но в целом количество осадков увеличивается. Кроме нескольких территорий, где и сейчас уже собственно осадков довольно мало. То есть это Средиземноморье, южная часть Северной Америки. Это и сейчас довольно пустынные места, но там будет осадков еще меньше. В России в целом количество осадков увеличивается. Причем в основном зимой, в меньшей степени летом. А вот здесь, обратите внимание, вот этот регион, юг России. Там количество осадков будет немножечко уменьшаться. Соответственно, если мы посмотрим на длительность засух для России, мы увидим, что на основной части территории изменения не очень большие. А вот здесь, юг европейской части России, засухи будут более суровыми в будущем. И, естественно, это приведет к последствиям для сельского хозяйства. Потому что вот эти регионы, юг России, Ставропольский край, Кубань, там как раз, как раньше говорили, наша житница. Там, где у нас в основном хлеб растет. И там, с одной стороны, если помните, температура будет увеличиваться летняя, а с другой стороны будет уменьшаться количество осадков. То есть для сельского хозяйства эти районы станут менее благоприятными. Поэтому ожидается существенное такое снижение урожайности в России. Но, правда, скажем, в нечерноземном районе, в принципе, урожайность может быть даже повышена в будущем. Поэтому один из вариантов – это перенесение района сельского хозяйства вот отсюда, вот сюда. Но минус в том, что у нас в наших нечерноземных районах нет подходящей почвы для того, чтобы там хлеб выращивать. Ну, масса льда будет также убывать по всей планете и в горных ледниках, и в Гренландии, и в Антарктиде. В том числе, например, в Антарктиде вот эти изменения массы льда, они могут быть, скажем так, неконтролируемыми. То есть некоторые части ледникового щита Антарктиды, они динамически нестабильны. Это связано с тем, что основание ледникового щита находится ниже уровня моря. И имеется вот этот наклон поверхности коренного ложа от края ледника к его центру. Вот при такой конфигурации, если ледник начинает отступать, он будет отступать дальше, пока не нащупает следующую точку равновесия. Этот процесс будет самопроизвольным. Уже неважно будет, какая температура там вокруг. Вот он, если начал отступать, он будет это продолжать, пока не нащупает следующую точку равновесия. Вот в этом тоже содержится некоторая опасность. Морской лед в Арктике может, то есть будет дальше тоже сокращаться. И, в принципе, для каких-то сценариев где-то к середине века летом уже Арктика может быть свободна ото льда. Если не каждый год, то, по крайней мере, там раз в несколько лет. А вот, например, при благоприятных сценариях даже площадь морского льда может стабилизироваться на какой-то отметке. Многолетняя мерзлота, естественно, будет сокращаться тоже в России. И вот по самому суровому сценарию, к концу века, ее площадь может сократиться примерно в два раза. Соответственно, уровень моря тоже будет продолжать расти. Это также неизбежно, как и повышение температуры и таяние ледников. Опять же, вопрос только на сколько, да? По сценариям, как бы более благоприятным, к концу века уровень моря вырастет где-то на 50 сантиметров. Кстати, с начала 20 века он вырос где-то на 15-20 сантиметров, ну так, для ориентировки. К концу 21 века он может вырасти там еще на 50 сантиметров, а по неблагоприятным сценариям на 1 метр и даже больше. Но самое интересное, что в зависимости от сценария мы будем определять будущее нашей планеты на многие-многие сотни лет вперед. То есть если мы сейчас выбираем сценарий благоприятный, мы не только снижаем уровень моря, ну вернее ограничиваем рост уровня моря к концу 21 века, но мы его еще стабилизируем на сотни лет в будущее. Но если мы выбираем неблагоприятный сценарий, то вот этот уровень моря будет продолжать расти практически там до очень больших величин, там порядка 15 метров через несколько сотен лет. Это очень много. И он будет именно расти за счет того, что начнут происходить вот эти необратимые изменения в Антарктиде, о которых я говорил. Ну и, собственно, вопрос, который все себе могут задать в этот момент, а действительно, сколько мы можем позволить себе этого потепления и где нам, собственно, надо остановиться. Полтора градуса или два или три, вот где та граница, которую мы не должны пересечь. И вот на этот счет есть специальный доклад этому посвященный, доклад международной группы экспертов по климату. Глобальное потепление на полтора градуса Цельсия. Он был выпущен как раз после вот этого парижского соглашения в 2015 году. И вывод этого доклада однозначен. Повышение температуры на два градуса Цельсия, оно недопустимо. Если мы превышаем эту отметку, начинаются масштабные необратимые изменения всех составляющих земной системы, которые мы даже, собственно, предсказать, конечно, не сможем во всей их полноте. Это происходит потому, что Земля ведет себя как нелинейная система. Вот если на простом рисуночке это объяснить, это выглядит таким образом. Вот этот шарик, который стоит на вершине горы, мы его можем немножко двигать туда-сюда, и он еще как бы устойчив. Но если мы еще чуть сильнее его толкнем, он скатывается с горки, пока не нащупает следующую точку равновесия. Вы понимаете, что чтобы этот шарик поднять обратно, надо приложить гораздо больше энергии, и это займет большое время и много сил. Вот точно так же себя ведет наша планета. В каких-то пределах она сопротивляется, но если чуть-чуть еще больше вы дадите ей вот это внешнее воздействие, она скатывается в какое-то совершенно новое состояние. И примеров таких необратимых изменений, их очень много. И, собственно, многие изменения, которые идут сейчас, они уже необратимы уже теперь. Само потепление необратимо в каких-то масштабах времени, повышение уровня моря, таяние ледников. Это все процессы необратимые, по крайней мере, в масштабах жизни человека. Если мы говорим о тысячелетиях, конечно, это процессы обратимые. Но с нашей точки зрения, для нашей жизни это процессы необратимые. Когда наступит вот эта заветная отметка в полтора градуса, ну, уже где-то лет через 20 она может наступить, может даже раньше, потому что действительно довольно быстро сейчас потепление происходит в последние годы. Что нам с этим делать? Как бы заключительная некоторая часть нашего доклада. Глобально у нас два направления. Адаптация, то есть мы будем просто привыкать к тому, что происходит, потому что, а что нам еще остается. И вторая – это борьба с причинами, то есть ограничение выбросов углекислого газа. Тут важный момент. Чем больше средств вложить сейчас в борьбу с причинами потепления, тем дешевле потом обойдется нам адаптация. Так, по крайней мере, говорят экономисты, которые намекают на то, что лет через 20-30 в принципе мировой экономический рост остановится, потому что мы просто будем тратить деньги на залатывание дыр, потому что все вокруг нас постепенно будет начинать разваливаться. Поэтому лучше эти средства инвестировать сейчас, дешевле будет потом. Можно ли снизить выбросы СО2? Да, можно. И чтобы понять как, нам надо посмотреть на структуру антропогенных выбросов. Вот она перед вами. Три четверти выбросов СО2, то есть три четверти углекислого газа связаны с производством энергии в разных сферах. Собственно, да, на втором месте, вас может быть это удивит, на втором месте сельское хозяйство и землепользование. Собственно, промышленность только на третьем месте. И это всего 5% выбросов. Но это речь идет именно о производственных циклах, где идет прямой выброс СО2. Например, производство цемента. Ну и на четвертом месте 3% это отходы, свалки и так далее. Поэтому, в принципе, понятно, что делать. Да, и уже по этому пути многие страны начали двигаться. Первое, это возобновляемые источники энергии. Ветер, солнце, приливная энергия. Альтернативные источники энергии. Старый добрый атом, который на самом деле это довольно чистый вид энергии. Ну, как говорится, пока не рвануло. Это самый чистый вид энергии. Водородное топливо. Это такая новая модная тема. Постепенный отказ от углеводородов во всех сферах. Именно в такой последовательности уголь. Потом нефть, потом газ. Снижение углеродоемкости промышленности. И здесь у России огромный потенциал. Потому что у нас до сих пор довольно все плохо по этому показателю. Углеродоемкость. Это сколько СО2 мы выбрасываем на единицу продукции. Ну, и там карбоновое земледелие. Так называемая тоже новая модная тема. Речь о том, что при обычном земледелии у нас почва объединяется. И углерод уходит в атмосферу. В советское время очень сильно почву наши пострадали. Деградировали страшно. Карбоновое земледелие. Это такой вид земледелия, при котором, наоборот, почва накапливает углерод. Дальше. И вот, например, да, у нас, как всегда, Европа впереди планеты всей. Они планируют выйти на углеродную нейтральность к 50-му году. Китай к 60-му году. И там довольно жестко они за это взялись. США неизвестно. Но примерно так же, я думаю, да. Ну, в России никаких конкретных планов пока не публикует. Хотя вот официально у нас в России сейчас полная единодушия. То есть и политики, и бизнес. Наконец прислушивались к ученым. Сказали, да, действительно, это серьезная проблема. Надо за нее браться. Но пока ничего толкового не было принято на это. Но если вы думаете, что только политики должны думать про ограничение выбросов, то вы не правы. И каждый из вас тоже очень много может сделать. И чтобы это понять, надо более детально на структуру выбросов посмотреть. Например, энергия. Энергия в промышленности – это четверть всех выбросов. Ну вот у нас есть автомобили 12%, авиатранспорт 2%, частные дома 12%. То есть это обогрев, кондиционирование, готовка еды – это 12% всех выбросов. У нас есть сельское хозяйство. Мы же потребляем продукты питания. Да, собственно говоря, промышленность – это тоже наше дело. Потому что все, что производит промышленность, они это делают для нас в конце концов. Мы стоим в самом конце вот этого производственного цикла. Мы – потребители. Поэтому тоже понятно, что делать. Мы можем напрямую уменьшить свой углеродный след через транспорт и через какие-то там, скажем, экономию энергии в нашем жилище. Ну с транспортом понятно. Все уже прекрасно понимают, что автомобиль – это зло. Но отказываться от него мы все не готовы пока еще пересесть на велосипед, особенно зимой. Но есть такие варианты, как каршеринг, например, когда вам не нужен автомобиль каждый день и покупать его нет смысла, а можно пользоваться только иногда. Косвенные методы, экономия воды, потому что тоже много производится выбросов, когда вода доставляется к вам до дома, очищается и прочее. Разумное потребление. Тоже каждый из нас может подумать про себя, где он может себя ограничить и в чем. Ну там, например, 30% всех продуктов питания, они там выбрасываются. При производстве одежды гигантское количество там сырья просто выбрасывается и готовая одежда тоже выбрасывается. То есть огромные есть, так сказать, сферы, где мы можем очень сильно вот эти свои выбросы уменьшить. Режим питания, да, поскольку вы помните, что сельское хозяйство тоже влияет на выбросы, режим питания – важная вещь. Вот тоже есть такой интересный сайт, на котором вы можете забить ваши разные любимые продукты питания и посмотреть, каков от вас углеродный след при, так сказать, вашем режиме питания происходит. Вот я специально забил тут говядину, потому что это самый грязный продукт питания в плане выбросов, да. Нажимаем кнопочку «Узнать» и вот нам говорят, сколько выбрасывается СО2, если мы едим говядину каждый день в таком-то количестве. Довольно много на самом деле. Вот говядина тут на самом первом месте стоит, потому что действительно коровы, да, вот у них в кишечнике живут эти бактерии, которые производят метан. Это все действительно так. То есть другие продукты питания гораздо более чистые в этом плане. Ну, самые чистые, конечно, это растительного происхождения, да, то есть растения. Ну и там, скажем, морские продукты. Ну и утилизация мусора тоже вещь вполне понятная. Это как раз та сфера, где, в общем, вот эта повестка климатическая пересекается с повесткой экологической. В общем, разные вещи, это разные сферы, но у них есть там точки пересечения. Тот же самый пластик, да, про который тоже все говорят, который попадает в океан, там постепенно разлагается, а при разложении пластика все равно обратно выделяется вот этот СО2 в атмосферу. Ну и такие опосредственные методы, это влияние на политику, да, мы же можем влиять на то, какие решения принимаются. Ну, может, в нашей стране мы не особо на это влияем, но, в принципе, как бы по идее должны. Скажем, в Европе ни один политик не пройдет никуда, если у него нету климатической повестки в программе. Ну и просвещение, да, это то, чем мы занимаемся сейчас. Сейчас говорим друг другу про то, что происходит, да, и узнал сам, передай другому, расскажи про эти проблемы. Ну и так, пару штрихов к портрету. 10% самых богатых людей производят 50% всех выбросов. То есть, в общем-то, тут тоже есть над чем поработать, да. Дальше. За накопленные выбросы в основном ответственны богатые страны, но страдают от потепления в первую очередь бедные. Ну, вот так получилось. К сожалению, тут, конечно, тоже большая несправедливость наблюдается. Ну, в общем-то, и этого мало. Нам мало ограничивать выбросы, да, нам нужно изымать CO2 из атмосферы на каком-то этапе нашего развития. И вот самые вот эти благоприятные сценарии, которые предполагают выход на потепление не больше 2 градусов Цельсия, вот по этим сценариям где-то после 50-го года мы должны начать изымать углекислый газ из атмосферы, а не только свести выбросы до нуля. И на этот счет есть совершенно прекрасная лекция Александра Чернокульского «Инженерия климата. Есть ли ученых план B?» Ее можно найти на ютубе, вот там очень подробно про все это рассказано. Ну, а у меня тут только просто пару слайдов из этой лекции. Ну, естественно, мы можем помогать природе, да, изымать углекислый газ из атмосферы, восстанавливать деревья, например, да, сажать леса. Но тут тоже надо понимать, что зрелый лес, у него углеродный баланс примерно равен нулю. Понятно, что когда лес растет, он забирается вот из атмосферы, но когда лес вырос, он сколько забирается, столько же и отдает обратно, поэтому это тоже мера такая временная достаточно. Не забываем про болота и почву. Про них забывают совершенно напрасно, потому что эти две экосистемы тоже очень много забирают углекислого газа, углерода из атмосферы. Разумное сельское хозяйство, про это я уже говорил. Биочар есть такая технология, когда добывают этот древесный уголь, и его можно добавлять в почву в качестве удобрения, и таким образом ты забираешь углерод из атмосферы и одновременно с этим обогащаешь почву, делаешь ее более продуктивной. Есть технологии прямого захвата углекислого газа и захоронения его в недрах земли. В принципе они работают, они уже существуют. Но пока еще, может быть, это экономически не так уж выгодно, технологически тоже достаточно сложно. То есть пока в промышленных масштабах этого еще не производится, хотя эксперименты такие есть, работа ведется. Ну и вот тот самый план Б. Если мы все-таки не справимся с нашей задачей и в какой-то момент температура превысит вот эту отметку в полтора градуса Цельсия, вот здесь мы можем включить некоторые методы геоинженерии, чтобы немножечко землю охладить искусственно. Для этого, например, можно действительно выбрасывать в стартосферу вот эти самые серные аэрозоли, которые будут ее охлаждать, отражая солнечные лучи обратно в космос. Ровно то же самое происходит после выброса вулканов, и этот процесс довольно неплохо изучен. Но, конечно, тоже минусы могут быть, потому что будут, естественно, кислотные дожди и так далее. В принципе, такая технология есть, но, конечно, ее использовать можно только в крайнем случае, когда мы понимаем, что минусов от этого будет меньше, чем плюсов. То есть плюсы будут доминировать. Методы заброски сульфатов этих в стартосферу. Можно менять количество облаков искусственным образом, потому что облака, по крайней мере, нижнего яруса, они тоже отражают солнечную энергию обратно в космос. Ну и так далее. То есть там методов много. Я просто перечислил, упомянул некоторые из них. Вот в лекции Саши там гораздо больше про это сказано. Но это буквально последний слайд вместо, так сказать, послесловия. Это картинка, я очень люблю, карикатура, которая уже лет 15, но она до сих пор актуальность не утратила. То есть идет какой-то саммит по климату, и докладчик там увлеченно рассказывает о всех преимуществах. Вот борьбы с потеплением, здоровые дети, чистая вода, воздух и так далее. А вот этот недовольный господин говорит своей соседке. А что говорит, если глобальное потепление – это большая выдумка, и мы что же тогда будем улучшать планету за просто так, что ли? Ну, смысл в том, что нам не нужен, в общем-то, особый повод, чтобы планету сделать лучше. Глобальное потепление – это не выдумка, к сожалению, большому, но чтобы сделать планету лучше и чище, нам каких-то особых поводов искать, я думаю, не надо. Дальше. На этом спасибо за внимание. Извините, что немножко времени перебрал, 8 минут, но на вопросы еще мы успеем поотвечать. Про ближайшие 50 лет Петербурга. Вот то, что вы рассказали, кажется, может быть и хорошо, у нас будет тепло, как в Европе, так замечательно. Но я чувствую, что какой-то подвох все-таки есть. Не затопят ли нас совсем через 50 лет? Через 50 лет еще нет. Ну, и вообще, вот вы такую тему правильно затронули, что есть, бывают и плюсы, и минусы. Конечно, бывают и плюсы, и минусы от происходящих процессов. Там лед сокращается в Арктике, это очень плохо для местных экосистем, но хорошо для судоходства, например. Климат в целом в России будет меняться в более плохую сторону, вот эти засухи на юге. А у нас он будет действительно более благоприятный в целом, в районе Петербурга. И для земледелия в том числе. Но, с другой стороны, уровень моря повышается довольно интенсивно. Но, опять же, у Питера тут преимущество в том, что у нас и сама территория немножко приподнимается. То есть уровень моря, он вообще будет расти неравномерно. Где-то больше, где-то меньше. И в Петербурге меньше, чем в среднем. Потому что сама территория вся, она вот немножко приподнимается наверх и частично компенсирует подъем уровня моря. Так что, ну, на 50 лет как бы запаса прочности Петербургу хватит, а дальше будет зависеть от сценария, куда мы там пойдем дальше. Один метр Петербург, наверное, выдержит как-то, да. Да, выше уже будет тяжеловато, потому что это у нас весь центр на высоте 2-3 метра расположен. Да, у нас есть дамба с одной стороны, но дамба, она хороша только для того, чтобы вот очень кратковременные подъемы воды выдерживать, но не долгосрочные подъемы, конечно, уровня моря. Да, тут нам дамба небольшой помощник. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот на каком-то из слайдов вы показывали, что ледники, кромка ледников, она может отодвигаться как бы назад по плите, насколько я понимаю. Вот, а почему это плохо? То есть он тает, это понятно, почему плохо, высвобождается газ, там становится больше воды и все такое. Вот, но почему отодвигание это плохо? Спасибо. Ну да, там, в общем, я так схему эту упомянул, так вскользь, да, буквально на полминутки, там, конечно, сложная вещь, долгая ее, может быть, там, объяснять. Смысл в том, что если это отступание начнется, оно будет, его нельзя будет остановить никаким образом, да, вот, скажем, если 2 градуса Цельсия, температура глобальная будет превышена, вот начнется вот это отступание ледников Антарктиды. А дальше, даже если мы понизим температуру обратно ниже 2 градусов, отступание продолжится, на него уже повлиять будет невозможно. Вот, а чем это плохо? Тем, что это приведет как раз к повышению уровня моря, очень мощному, потому что вот это не вся Антарктида расстоит, нет, конечно, это только какие-то части Апады Антарктиды и там один вот небольшой кусочек Восточной Антарктиды. Вот, но совокупно это метров 10 подъема уровня моря примерно, то есть такой эквивалент. Опять же, этот процесс, он относительно быстро будет идти по природным меркам, но по-человечески может быть не так быстро, то есть это займет там сотню-другую лет. Но за сотню, за 200 лет, если уровень моря повышается на 10 метров, это очень много, это очень много, то есть непонятно тогда, что нам делать с этой всей нашей инфраструктурой, которая стоит там возле моря на берегу, да, и уже сейчас многие города там и страны от этого страдают. Там, скажем, такие страны, как те же Мальдивы там или Кирибати, вот такие низкорасположенные территории, там где средняя высота этих островов 1 метр над уровнем моря. Они уже сейчас понимают, что к концу 21 века их территория исчезнет, ее не будет. Они сейчас уже думают, куда им переселяться всем народом, потому что они четко понимают, что их страны не будет, им надо куда-то переселяться. А если повышение моря будет 5 метров, тогда проблемы будут уже у очень многих людей на планете, конечно. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вот вопрос относительно последнего слайда. Вот так в научном смысле у этой теории, у теории глобального потепления есть оппоненты именно в научном? Или в общем-то это сегодня уже не вопрос такой дискуссии? А если есть, то на чем основываются оппоненты? Спасибо за вопрос. Ну нет, среди климатологов как бы дискуссия закончена лет 15 назад. Точно. Причем, как сказать, вот то, что человек в принципе на климат влияет, в принципе влияет, это уже известно там 100 лет. 50 лет назад уже стало понятно, что влияет сильно и влиять будет еще сильнее. Дальше вопрос шел о том, вот соотношение факторов природных и антропогенных. Вот там спорили, и вот еще в первых докладах этой межправительственной группы экспертов там еще не было ответа на этот вопрос. Там говорилось о том, что человек влияет, но насколько сильно мы еще пока не знаем. И вот в 2007 году, это был четвертый, по-моему, доклад вот этой группы экспертов, вот там впервые было сказано, что влияние человека сильнее, чем влияние природы. То есть там впервые попытались разделить эти два фактора и сказали, что влияние человека похоже, что сильнее. И в основном наблюдаемое потепление связано с деятельностью человека. И вот за этот доклад они получили Нобелевскую премию мира, с Альбертом Гором разделили ее. То есть лет 15 назад уже или больше эта дискуссия в принципе закрыта среди климатологов. Я понимаю, что до общества, до людей, скажем, без специального образования, понимаешь, что это немножечко медленнее все доходит. То есть нужно время, чтобы эта информация усвоилась каким-то образом. Но для климатологов этот вопрос, конечно, давно решен. Сейчас речь идет о каких-то частностях, там уже воюют за доли десятой доли градуса. Какой фактор там чуть-чуть больше влияет, чуть-чуть меньше. Там уже такие более глубокие специфические моменты сейчас обсуждаются. Я тогда, наверное, уточню вопрос. А, у вас еще был второй вопрос. Какие оппонентов есть доводы? Ну, на самом деле, у меня так лекция исторически вот эта сложилась, что все основные мифы-то я разбираю во время лекции. Кто-то говорит, что потепления в принципе нет. Но оно есть, потому что это просто инструментально измеряемая величина. Просто термометр ты поставил и измеряешь. Кто-то говорит, что CO2 на самом деле не растет. Нет, растет. Кто-то говорит, что это CO2 не антропогенного поиска. Нет антропогенного. Кто-то говорит, что это циклические изменения. Нет, не циклические. То есть все вот эти основные аргументы, я по ним как бы прохожусь во время этой лекции. Я уточню вопрос, все-таки оппоненты не в смысле тенденции, а вроде как все действительно признают, а вот с точки зрения оценки последствий. Кто-то считает, что критично, кто-то считает, что ничего страшного, система сама себя сбалансирует. Это как про такой резкий рост населения Земли, за 100 лет мы приросли на 6 миллиардов, и тоже говорили, никогда это количество людей не прокормим, пить будет нечего, и тем не менее, смотрите. Я понял, да. Ну, то, что природа себя сбалансирует, это абсолютная правда. Она сбалансирует, она придет в порядок рано или поздно. Вон там 65 миллионов лет назад упал, астероид огромный, вымерли там все динозавры и все крупные там, да, эти животные. Но ничего, природа восстановилась. Вот сейчас примерно с Землей происходит то же самое. Считайте, что у нас упал астероид, и мы вот этот момент как бы переживаем. Его не все переживут, не все виды животных его переживут, да, цивилизация наша тоже пострадает от этого, но как-то переживет Земля, ничего. То есть вопрос в цене того, в цене вот этого переживания, собственно говоря. Если бы это было какое-то природное страшное событие типа астероида, но человека бы здесь не было, который мог бы сказать, вот смотрите, какая катастрофа. Ну, тогда и ничего страшного, да. Природа, конечно, восстановится. Это займет несколько сотен или там несколько тысяч лет. Восстановление того, что мы сейчас наделали у природы, займет несколько тысяч лет. Ну, 2-3, например, тысячи лет. Но она, конечно, восстановится. Только вопрос в том, что для нас эта цена неприемлема просто, потому что здесь стоит наша цивилизация, которая от этого просто пострадает. Вот и все. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня такой, может, глупый вопрос, но вы сказали про CO2, инертный газ. А можно с этим вообще что-то теоретически сделать? То есть практически понятно, сейчас нет, но технологии развиваются, наука развивается. То есть и в принципе в теории можно с этим будет там лет через 50, мало ли мы какое-то решение найдем. Спасибо. Ну, слово инертный, он может быть не совсем корректный, потому что вот мы знаем эти инертные газы, там типа аргона, неона. В этом смысле CO2 не инертный газ, но речь о том, что его время жизни в атмосфере очень большое. Вот у метана, который гораздо мощнее, у него там 80 раз мощнее парниковый эффект, чем у CO2. Но он живет в атмосфере 10 лет, потом он окисляется, превращается в тот же самый CO2. А CO2 уже вот он долго живет, ему уже окисляться дальше некуда, и он просто постепенно потребляется там растениями и растворяется в океане. И природа его потихонечку убирает, но просто это занимает много времени. Вот и все. А технологии есть, но поскольку это уже было в конце лекции, мы уже спешили, и все это было так довольно скомканно, то в общем да, там технологии, как его убрать из атмосферы, вот они существуют, разрабатываются новые, и с этим что-то нам тоже придется делать, ну вот лет через 30 примерно нам этим надо будет заниматься вплотную, скажем так. Тратить на это тоже какую-то энергию. Здравствуйте. У меня вопрос про вот этот негативный сценарий. Он с учетом уже растаявшей органики из вечной мерзлоты? И вообще насколько высок процент ее от влияния? Спасибо. А про какой именно сценарий вы говорите? Потому что там показаны некие сценарии выбросов, сценарии потепления. То есть уточните вопрос, я может быть не очень понял. Ну в целом вот вы говорили, что два сценария, что вот мы как бы стабилизируем, либо нет. Вот когда мы не стабилизируем. Ну когда мы не стабилизируем, то да, будут там происходить всякие необратимые изменения. Учитывается ли там таяние ледников в этом сценарии, например, температурным? Учитываются ли там эти обратные связи? Не могу сказать сходу, не знаю, честно говоря. Наверное учитывается, да. Или я вопрос не очень понял. Потом, может быть, вы мне ее зададите, я тогда вам отвечу. А еще вопрос есть кого-нибудь? Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня был такой вопрос с движением уровня моря. Возможно ли движение уровня плит в плане землетрясений? То есть могут ли они снова участиться в каких-то других регионах? То есть уровень моря будет расти, движение плит? Хороший вопрос, кстати, да. Спасибо большое. Ну об этом есть какие-то работы. Я так понимаю, что тема это еще так не очень исследована. Но в принципе да, растет уровень моря, растет нагрузка этой воды на эти плиты. И там, где вот есть контакт плит океанических и континентальных, там, Япония, например. Конечно, ну в принципе да, может чистота землетрясений, там, извержение вулканов. Это может все немножко усиливаться. Об этом есть некоторые данные. Ну уже давно там раньше замечали, что даже в центре континента, когда создают какое-то водохранилище, да, то вот сейсмоактивность, она немножко растет. Потому что больше нагрузка на эти плиты. И вот на стыгах они начинают там чуть-чуть теряться друг о другу, скажем так. Что-то все приуныли немножко, да? У нас вопрос еще один из зала. Что будет, когда наступит лучистое равновесие? Когда наступит лучистое равновесие, перестанет накапливаться тепло в земной системе, температура перестанет расти. Друзья, если больше нет вопросов, тогда мы, наверное, закончим сегодняшнюю встречу. Такое немножко... Есть о чем подумать нам всем. Я хочу сказать, что у нас... Это не последняя лекция в нашей программе. У нас будет еще много интересных лекций, потому что, возможно, вы слышали, выставка была продлена до 10 октября. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими анонсами. И также вы упомянули сортировку мусора. У нас была встреча с раздельным сбором. И скоро это видео должно появиться также на нашем YouTube-канале. Кто не был на встрече, посмотрите обязательно. Большое спасибо, Алексей. Да, спасибо всем. Да, немножко лекция грустная, но выход есть, я хочу сказать. Так что не все так страшно. Спасибо.